Если климат суров Из бесплодной пустыри поход начинают арабы Род татары на запад, окончился корм для коней Климат формирует человека, климат формирует нацию, климат формирует государство Это все недоказуемо, к сожалению, недоказуемо Так что климатических доказательств последнего кризиса много, но такие же кризисы были и раньше Природа нашей планеты удивительно разнообразна И человечество, в отличие от других форм млекопитающих, обладает также редким разнообразием В отличие от других видов животных, человечество не имеет определенного ареала рассеяния на планете А примерно с позднего палеолита постепенно заселило всю Землю И поэтому природные условия в разных климатических зонах различны Как влияет природа, в частности климатические зоны, на социальное развитие человеческого общества? Вот именно этим вопросом задавался Лев Николаевич Губелев, создавая свою знаменитую теорию этногенеза Надо сказать, что он подвергся резкой критике со стороны историков, биологов, экологов и других ученых Но относительно проблемы, вопросов не было, проблема осталась Так вот, как все-таки существует ли корреляционная связь между развитием общества и природными условиями? Как влияет Земля на процессы истории? На этот счет существует несколько гипотез современных, кстати, весьма спорных Именно о них мы поговорим сегодня В разные эпохи, в разных странах, люди пытались обезопасить себя от нападения агрессивных соседей Одним и тем же способом Так появлялись тысячи километров оборонительных сооружений Ожирели приграничных крепостей Стена Адриана в Северной Англии Рынский вал в Германии Медийская стена в Междуречии Тигра и Фрата Троянов вал в Молдавии И, наконец, грандиозная Великая Китайская стена Глядя на это исполинское сооружение Вряд ли кто-то задумывался, что виноват в его появлении, может быть, климат Значит, я посмотрел, когда они были сооружены Они были сооружены когда? Как вы думаете? В какую эпоху? В эпоху похолодания Значит, когда на севере становится совсем худо Тогда Обозленные, голодные люди Которым нечего терять Они устремляются В более благодатные страны Значит, вот все эти стены Были сооружены В холодной эпохе Чем примитивнее хозяйство Тем больше народ зависит от климата Похолодало, засуха, неурожай И вот уже нечего поставить на стол Нечем торговать Нечем кормить скот Что остается делать? Ублажать боков поздно Пора грабить более благополучных соседей Вот уверяю вас И это сделал даже не я Это сделали китайские исследователи Примерно в одно время со мной В середине 90-х годов Они Поскольку история Китая Не устаю это повторять Очень хорошо задокументирована То, в общем, все Интенсивность степных И интенсивность вторжений Степных варваров в Китай Возрастала в сухие Холодные эпохи В этом нет никакого сомнения Корреляция абсолютная Выводы кажутся смелыми Однако ученые идут еще дальше И утверждают, что именно испортившийся климат Положил начало человеческой цивилизации Не так давно в журнале Science Опубликована интересная обзорная статья Там данные палеоклиматологии За последние 5 миллионов лет по Африке Сопоставлены с данными по палеоантропологии И очень интересно, что, значит, 2,5 миллиона лет назад Когда началось активное развитие саван То есть опустынивание в Восточной Африке Там существенно изменилась видовая форма Предка нашего гомо сапиенса Ну и, наконец, когда максимального масштаба Достигло опустынивание То появилась новая форма, которая называлась Homo erectus Так человек приспосабливался к изменениям климата Еще одной причиной подтолкнувшей эволюцию Считаются области естественной повышенной радиоактивности Одна из таких областей считается прародиной человечества в Африке На основе анализа митохондриальных ДНК Установлено, что люди начали расселяться по планете Уходя примерно из одного центра Восточно-африканской рифтовой долины Ученые полагают, что в буквальном смысле Двигателем прогресса на заре человеческой цивилизации Могли стать живые разломы Живой или активный разлом в земной литосфере Возникают в результате сдвига литосферных плит Как правило, на их стыках Активными считаются разломы Подвижные в недавнем прошлом, в настоящем Или, если можно предположить, их активность в недалеком будущем В зонах активных разломов происходит землетрясение Разломы также воздействуют на поведение и развитие растений и животных Взяли мы карту растений эндемиков Армении И практически все эти эндемичные виды То есть виды, которые занесены в Красную книгу Просто открыли Красную книгу Армении Кроме двух видов, все остальные попали на зону активных разломов То есть это вызывает некие перерождения генетические Которые изменяют не только людей, но и растения Отечественные генетики Николай Воронцов и Елена Липунова Обнаружили в частности, что жизнь на разломах Не проходит просто так, даже для грызунов У мелких грызунов на границе Памира и Теншане Они обнаружили особые генетические изменения Которые могут привести к образованию нового вида с другим количеством хромосом Позже такие же изменения нашли у грызунов Живущих на разломах Балкан, на Пенинах, на Ближнем Востоке И даже в Японии и США А что происходит с людьми? Ученые посчитали, что примерно треть человечества сегодня живет В сейсмически активных областях Хотя они, вообще говоря, опасны В связи с землетрясениями, в том числе с иномигенными землетрясениями Или на периферии вулкана В том числе и в просыпающихся снобок Почему они это сделали? Почему очаги цивилизации зародились именно там? Я имею в виду земледельческие очаги цивилизации Потому что именно там, в зонах активных разломок Например, в Междуречии Тигра и Фрата Или в Усть-Сенилы Или в других сейсмически активных областях Скажем, в пределах полуострова Пелопонез Или на периферии вулкана в Везуви и Этна Именно там были оптимальные условия для земледелия Именно там развелись очаги культуры Причем самое интересное, что в зависимости от типов климата Человечество по роду занятий сразу разделилось На земледельцев, где была устойчивая культура Развивающаяся на одних местах И скотоводов, которые, когда их стада съедали полностью пастбище Вы должны были мигрировать на другое место Что привело частично к агрессивным Завхатническим войнам и к великому перемещению народа Что нужно земледельцам? Земля, вода, семена и опыт Когда накопилось умение, а климат улучшился с окончанием ледниковой эпохи Возможно, все остальное обеспечили активные разломы Вот эти активные разломы, во-первых, создали благоприятные ландшафты Вода была прежде всего в этих зонах Родники, некоторые из них до сих пор действуют И все активные разломы отбиваются, как цепочки родников Вот, между прочим Тоже у них вот есть такое свойство, что по ним вода идет А это скорее благоприятный, чем неблагоприятный фактор И, ну, интересно еще и вот это генетическое воздействие Оказалось, что в этих зонах были какие-то специфические Это Вавилов показал Николай Иванович Были специфические ареалы Где было большое разнообразие биологическое растений Диких предков, культурных растений Раздробленные породы в зонах активных разломов Стали удобными долинами для рек и торговых путей Так было в прошлом на Ближнем Востоке Так же, кстати, было и на Руси Вероятно, именно с этим проявлением активных разломов Связано то, что к ним и особенно к их пересечениям Приурочено большинство городов русской равнины Возникших до 1300 года И достигших сейчас численность населения не менее 100 тысяч человек Идея связи исторических процессов с природными процессами И в частности с климатом Появилась задолго до ее научного обоснования Так считал знаменитый Гиппократ Который утверждал, что тело и дух человека связаны с климатом Примерно то же самое говорил и знаменитый Аристотель Который считал, что жители северных краев возможно более храбрые Чем жители теплых краев Зато у них меньше выдумки В начале VI века француз Жан Боден Создал свою теорию Облеченной истории В которой утверждал, что существует прямая связь Между природными процессами И процессами историческими В начале XX века Французский географ Хаттингтон Создал свою модель Географического и климатического детерминизма Примерно утверждает то же самое Ну и то же самое считал уже упомянутый Лев Николаевич Гумилев В своей теории оттенокинеза Все это, однако, было полностью разрушено Марксист-кленинская теория утверждавшая, что все исторические процессы Связаны только с социально-экономическими условиями А в 1961 году Интерес к этой идее Был снова возвращен неожиданным образом В 1961 году Метеоролог и математик Эдвард Лоренц Вел в созданную компьютерную модель погоды Данное, округлив их не до шестого А до третьего знака Казалось бы, что тут такого Свою статью он назвал О возможности предсказаний Может ли взмах крыльев бабочки В Бразилии вызвать торнадо в Техасе Так родилась теория хаоса Теория, которая позволила создавать математические модели Даже очень сложных событий Учитывая эффект бабочки Эффект влияния, вроде бы, незначительных факторов На конечный результат Помните рассказ Брэдбери Игоря Мулгром Могла ли суровая зима Привести к изобретению паруса А затянувшееся потепление К распаду империи Александра Македонского Что будет собрать данные Об изменениях климата За тысячи лет Не совместить его с нашими знаниями Об истории человечества Такую амбициозную задачу Поставил перед собой Российский ученый Владимир Викторович Кремен Сейчас мы знаем в достаточных деталях Историю климата Ну почти всего земного шара В достаточных деталях За последние одно-два тысячелетия И обладаем достаточной информацией Об изменениях глобального и регионального климата Последняя в особенности важна Для исторической социальной динамики Практически во всех областях земного шара За, по крайней мере, за Голоцен Голоцен Эпоха современного медледниковья Потепление, которое началось 12 тысяч лет назад И продолжается до сих пор Как узнать климат Тысячелетней давности У нас нет машины времени Самый старый дневник наблюдений за погодой Начали вести в 1659 году Кстати, именно британские ученые В России с термометром, барометром И прочими инструментами Стали иметь дело только с 1752 года Как же заглянуть в прошлое? Палеоклиматология располагает Целым набором изощренных методов Позволяющих реконструировать Различные климатические факторы Такие, как температура Самого холодного или самого теплого Месяца года Среднегодовые температуры Летние температуры Количество осадков С разной степенью временного разрешения И с разной степенью проникновения в прошлое Есть методы, которые позволяют В принципе реконструировать Климатические параметры С разрешением до года или сезона Даже Допустим, это Допустим, историческая климатология Которая опирается на данные Различных летописей, документов Кроме того, ученые анализируют Деревянную летопись Древесные кольца, вернее их толщина и плотность Позволяют реконструировать Температуру лета Так можно узнать количество осадков И суровые лизимы пережило дерево Правда, толщина древесных колец Зависит от того, где росло дерево Да и просто от особенностей вида Но надо сказать, что изучение древесного среза Далеко не единственный метод исследования палеоклимата Важным источником информации Сегодня является Исследование Состава пузырьков воздуха Запечатанных В ледовом покрове В частности, вот в Антарктиде По данным известной Буровой Исследование изотопного состава Воздуха И прежде чем соотношение изотопов Кисторода, углерода и водорода Дают очень важную информацию О палеоклимате в соответствующую эпоху Там иногда возникают такие интересные детали Как пыльца древних растений Следы пожаров лесных Какие-то следы под падением метеорита И многое другое Не менее важным источником информации Являются и стеллоктиты, и стеллодмиты Формирующиеся в пещерах При умелом анализе Можно по годовым кольцам Которые там тоже формируются Определить состав осадков И интенсивность осадка накопления Кстати сказать, именно изучение палеоклиматов Дало основание ученым Во многом сомневаться верности Модели глобального потепления Впрочем, об этом мы будем рассказывать В другом фильме Ответы на вопросы о древнем климате Содержатся в данных о колебании уровня морей и озер В пробах почвы и торфу Палеонтологи делят своими данными О видах животных и о растениях Но привлечают ли нас эти знания К ответу на вопрос о том Как климат повлиял на историю В свое время Понимая, что Ну, любой прогноз климатической обстановки Рассчитан он на десятилетия И тем более столетия И должен опираться на достаточно обширные знания О прошлых климатах Я поставил достаточно амбициозную задачу Реконструкции глобального климата Для двух Наиболее Интересных В климатическом отношении Периодов Это так называемый Средневековый оптимум И Чрезвычайно холодный климат Ну, на научном языке он называется Это период Ранней субатлантической эпохи А если говорить на понятном всем языке Это период Ранней античности Владимир Кременко Проанализировал данные сотен исследований Представляющие различного типа Реконструкции климата Для разных областей Земного шара И на основании полученных данных Он готов делать смелые заявления Ну, допустим Синие полосы Это Периоды похолодания В общем, периоды Бедствий Различных Значит, они заполнены Какими-то событиями Причем заполнены, как правило Прорывными событиями Не только В области социальной организации Не только в области Возникновения империи Больших государств Но крупнейшие Духовные и технологические Свершения Совершались в эпоху Необыкновенные нужды Такие, как изобретение паруса Колеса Плуга Изобретение алфавита Они все совершались В холодные Или засушливые периоды Значит, теплые Благодатные периоды Не заполнены ничем История человечества В эти периоды Замолкает На мой взгляд Это, в общем Ну, достаточно убедительное Свидетельство того, что В общем, климат влияет Не только на материальную сторону Человеческого бытия Более того Профессор Клименко Уверен Что прослеживается Корреляция Между эпохами Кратковременного потепления И распадом Великих империй Я не говорю Что все большие государства Распадутся В эпоху Современного Глобального потепления Нет Но Не учитывая то обстоятельство Что такая тенденция есть И они ей подвержены И извините Только в этом году Очередное большое государство Распалось на двое Я имею ввиду Судан Ну, в общем Такая тенденция есть Она прослеживается Во всей истории человечества Можно, конечно, закрыть На нее глаза И сделать вид Что ее не существует А можно, в общем Иметь ее в виду По модели Владимира Клименко Получается Что если наложить Историю Человечества Шагом 50 или 100 лет На Изменение климата За этот же отрезок Времени То Как будто Суровый климат Идет на пользу Цивилизации Что самое положительное Развитие цивилизации Происходит в суровой эпохе В то время как В покое И в тепле Разрушается Великий империй Так ли это на самом деле Историки против этого Резко возражают Всякий ученый Имеет право На свою гипотезу Но никаких доказательств В источниках Это нет В статье Ну Клименко Берется за основу Исторический атлас Таймс Где Перечисляются Важные такие Культурные Ну по событиям Но исторический атлас Это популярное Издание И там его Редактор Может быть Даже известный ученый Имел свои Ну преференции Однако Доподлинно известно Что как минимум Одна суровая зима Повлияла на развитие науки И этой наукой Была именно история Древнегреческий историк Фуки Дид Основатель научной историографии Он впервые стал Делить год На Лето и зиму На летние и зимние Ну кампании Причем В лето включалась И весна И осень А зима Это примерно Четыре месяца Неблагоприятных Климатических условий И в общем-то Может у Фуки Дида Были личные причины Делить вот Год на Лето и зиму Потому что Он сам Будучи стратегом Не ожидал Зимней Зимней Ну атаки На Свои Ну позиции Ну когда Спартанский полководец Бросит Под снегом Значит Захватил Год Амфиполь И Фуки Дид Проиграл И был изгнан То есть Благодаря вот этой Зиме И неожиданному Нападению Вот Мы получили Ну такого Историка Потому что Он В свободное время В изгнании Писал свою историю Предметом научного спора Могут стать не только Методы исследования Но и сам источник данных Ученые полагают Что даже летописям Не всегда стоит доверять Особенно подделанным Однако тот факт Что климат мог Влиять на ход истории Совсем забрасывать Со счетов Нельзя Возможность корреляции Не всегда Ну прослеживается И Общее мнение такое Что климат Был Фактором Для развития Античной Ну цивилизация Не самым важным Даже среди Природных факторов Он был Но Но важность Его Не стоит Ну преувеличить И принцип Чем выше Уровень развития Ну цивилизации Тем легче Преодолеваются Некие Климатические Невзгоды И поэтому Кстати Насчет глобального Потепления Можно быть Ну не то что Спокойным Но Относиться к этому Без должной панике Если оно будет Постепенным То ничего страшного Нет Люди Приспосабливались И раньше И приспособиться И Тем более Приспособиться И сейчас Сейчас Общество Достаточно Сильно Чтобы Противостоять Прямым Наскокам Природом Но Совокупность Людей Образующих Человеческое Общество И окружающая Среда Это Единая Система Хотим Мы этого Или нет Эта Система Намного Старше Того Что мы Называем Цивилизацией И все же Помните Про эффект Бабочки Всякие Изменения В системе Отражаются На человеке И развитии Общества Еще не Зная О математической Теории Хаоса И эффекте Бабочки Русский Ученый Александр Леонидович Чижевский Предположил Что следует Учитывать Влияние На человека Солнце И солнечных Циклов Активности В это же Самое Время Был Другой Российский Ученый Это Николай Дмитриевич Кондратьев Который Еще был Экономистом Который Открыл Так называемые Волны Кондратьева Знаменитые Длинные Волны С периодом 60-70 лет Который Показывал Что под действием Тех или иных Факторов Пики Экономического Могущества Стран Смещаются По Земному Шару Это тоже 30-е годы Прошлого Века Но он Это не объяснял Чисто Природными Факторами Он Объяснял Это Такими Периодами Инновационного Развития И постинновационного Развития Но с моей Точки Зрения На самом Деле Здесь Природные Факторы То есть циклы С периодом 60-70 лет Природные циклы Играют Я глубоко Убежден На эти процессы Играют роль Определенно Влияние Периодических Гравитационных Изменений В системе Земля Луна Сказывается На приливах На подвешен На подвешенном Попав На подвешенном Попав На подвешенном состоит весьма дерзкое, потому что соединение в единую систему. Факторов социально-экономических, биологических, географических, планетарных может создать модель прогноза развития нашего общества и, наконец, помочь нам найти ключи от утерянного рая. Если климат суров, то суровы обычно и нравы. Чем земля безотраднее, тем тирания сильней. Из бесплодной пустыни поход начинают арабы. Брут татары на запад, окончился корм для коней.